Друзья, всем привет! Поздравляю всех подписчиков канала, а также посетителей портала Росфутбол с наступающим Новым Годом! Да, прошедший год был очень сложный для нас, и не только в футбольном плане. Очень надеюсь, что в новом футбольном году все вот эти злоключения наши с коронавирусом закончатся, и постепенно жизнь будет возвращаться в нормальное русло, в том числе и в футболе. Да, прошедший футбольный год нас, мягко говоря, не радовал, и дело, наверное, не только в ограничениях, которые были связаны с коронавирусом, а собственные выступления нашей сборной и наших команд в Еврокубках, которые, наверное, можно характеризовать одним словом провал, и здесь, наверное, не добавить, не убавить. Оправданий, наверное, этому выступлению, наверное, не может быть никаких, но тем не менее хочется сказать, что, скорее всего, это такой уровень нашего футбола сейчас, к сожалению. И вот в последнее время я брал массу интервью различных футбольных специалистов, бывших игроков и тренеров, и один из вопросов был, что нам стоит ожидать в дальнейшем, стоит ли ждать каких-то улучшений, допустим, в следующем Евросезоне. К сожалению, многие говорят, что вряд ли что-то изменится, здесь надо фундаментальный подход, менять что-то с нашим футболом, с детско-юношеским футболом. Могли бы спасти, наверное, ситуацию качественные легионеры, но на это нужны деньги, и заманить их сейчас в наш чемпионат, который теряет позиции, даже если смотреть на таблицу коэффициентов в UEFA будет очень сложно. Но сейчас Новый год, на носу, хочется верить в лучшее, и вот одно из пожеланий, все-таки, наверное, будет футбольное, это то, что желаю всем нам, чтобы наши клубы и наша сборная на ближайшем Евро выступили достойно. Причем достойно, это, наверное, не такое банальное слово сейчас, достойно для меня лично, я понимаю, это, допустим, выйти из группы, тоже нашей сборной на Евро, и тем же нашим клубом, да, кто в каких-то турнирах будет участвовать, там, в Лиге чемпионов, или в Лиге конференции новой, или в Лиге Европы. Выход от группы, я считаю, это уже достойный результат, а дальше уже там как повезет. Поэтому вот такое, наверное, главное пожелание, если брать футбольную часть, ну, а так, прежде всего, конечно, желаю всем нам здоровья, здоровья, еще раз здоровья, а остальное уже все потом, все, что связано с коронавирусом, я надеюсь, будет уходить. Постепенно мы будем возвращаться к нормальной жизни, постепенно трибуны будут заполняться на, ну, пусть не на 100%, но гораздо больше, чем сейчас, на 30%. Поэтому, друзья, надеюсь, все-таки наступающий Новый год будет лучше, в какой-то, пусть даже в какой-то мере, чем прошлый. Ну, а футбол, надеюсь, наш все-таки будет развиваться, и таких вот результатов, как в этом сезоне, я надеюсь, мы больше не увидим. Друзья, еще раз поздравляю вас всех с наступающим годом, Новым годом, не болейте, всего хорошего вам, счастливо, до встречи в Новом году. Новым годом, не болейте, всего хорошего вам,